Многоуважаемый президент, многоуважаемые коллеги, мы имеем небольшой опыт, которым хотим поделиться с вами. Рак около щитовидной железы на сегодня редкий и высокоагрессивный тип эндокринного рака. Частота встречаемости менее одного случая на миллион населения. Более чем в 90% случаев парад, секретирующий рак, и в 1-5% случаев является причиной первичного гиперпаратериоза. Может встречаться как спорадический, так и в рамках различных генетических синдромов. В 15-70% случаев спорадический рак около щитовидной железы обусловлен инактивирующей мутацией гена CDC73, а в 20% случаев обнаруживается мутация в гене PROM2. Альтерация генов, МТОР и других, а также аберрантные экспрессии микроранка принимает участие в этиопатогенезе рака данной локализации. Для рака около щитовидной железы характерны тяжелые течения, высокая смертность вследствие выраженной гиперкальцемии и зачастую развитие гиперкальцемического криза. Чаще мы имеем дело с ретроспективным анализом уже послеоперационным, когда проведено гистологическое исследование. Нет специфических критериев предоперационной диагностики. Основной вид остается, как и при раке щитовидной железы, это оперативное лечение, причем операции расширенной в объеме N-блок удаления опухоли пара щитовидной железы, са- и псилатеральной гематериоиды, эктомии, резекцией перешейка и центральной лимфодисекцией на стороне поражения. При ниндикальном хирургическом лечении повышается риск рецидива в два раза. Вопросы против опухоли в лекарственном лечении находятся в стане изучения отдаленной метастазы, нечувствительных стандартам химиотерапии и к лучевой терапии. В настоящее время в нашей практике имеются клинические рекомендации Российской ассоциации эндокринологов по первичному гиперпаратериозу, где имеется глава, отражающая тактику диагностики и лечения данного заболевания, и клинические рекомендации Американской ассоциации эндокринных хирургов по лечению первичного гиперпаратериоза. Целью нашей работы было изучить заболеваемость, смертность при раке около щитовидной железы и оценить опыт диагностики и лечения данной патологии за последние 11 лет. Ретроспективно и проспективно нами были проанализированы истории болезни, амбулаторные карты 8 пациентов, которые проходили лечение в онкологическом республиканском диспансере. Мужчин было двое, 35 и 50 лет, женщин 6, в возрасте от 29 до 76 лет. Заболеваемость и смертность рассчитывалось с использованием данных канцер-регистр Республики Татарстан и данных Госкомстата о средней годовой численности за указанный период. Таким образом, мы получили, что заболеваемость раком около щитовидной железы в Республике Татарстан составляет в среднем 0,2% на миллион населения, а смертность составляет всего 24 промилле на миллион населения. Предварительный диагноз у наших больных был поставлен в виде аденома около щитовидной железы, первичного гиперпаратериоза, манифестной формы с костными или костно-висцеральными проявлениями. Такой диагноз имели 6 пациентов и двоим, а перед операцией был выставлен диагноз опухоль щитовидной железы с компрессией органов шеи. Основными жалобами пациентов были слабость, утомляемость, жажда, полиурия, чувство кома в горле, чувство души, поперху нетвердой пищи, осиплость голоса, боли в костях. У двух пациентов наблюдали патологические переломы. В одном случае патологический перелом потребовал пересадку коленного сустава, а также боли в эпигастре, дезулические расстройства, боли в пояснице. Костные проявления в виде гиперпаратериоидной остеодистрофии поражались ребра, поражались большеберцовые кости, малоберцовые кости и другие кости. И большая часть пациентов, как вы видите, имела сопутствующие заболевания в виде язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки, мочекаменной болезни, белый нефрит, хроническая болезнь почки с почечной недостаточности разной степени. Ну и патологические переломы, как я сказала, были у двух пациентов. При физикальном осмотре пальпаторно опухоль определялись у 6 из 8 пациентов, и размер опухоли в проекции щитовидной железы был от 2 до 6 сантиметров. По данным лабораторной диагностики, уровень общего кальция колебался от 2,77 до 3,35 ммол на литр, а ионизированный кальций был более 1,64, и парад гормон колебался от 350 до 327 пикограмм на миллилитр. Были применены следующие методы топической диагностики. Это ультразвуковое исследование щитовидной и околощитовидных желез, которое было информативно у 6 из 8 пациентов. Были найдены гипохогенные узловые образования разного размера, от 4 до 25 мл, с нечеткими контурами, неоднородной структурой, признаками кездозной дегенерации, выраженным интронодулярным кровотоком. А сцентография околощитовидных желез, проведенная 4 пациентам, была у всех информативна. При компьютерной томографии, она была в шее и средостении, проведена 2 пациентам, четко указала на локализацию паратериом в средостении. К сожалению, цитологическое исследование дооперационной не оказалось информативным. Пункционная биопсия, проведенная 3 пациентам, выявила следующий. Неинформативный материал у одного пациента. У одного пациента было дано ложное заключение. Аутоиммунный теридит или фолликулярная опухоль щитовидной железы. А у одного пациента было дано заключение о высокодифференцированном раке щитовидной железы. Представлена компьютерная томография органов грудной клетки пациентки, где в средостении найдена эктопированная паратериома. И ультразвуковое исследование свидетельствовало о поражении лимфатических узлов центральной зоны метастазами рака околощитовидной железы. Таким образом, паратериомы у двух пациентов находились интратериоидно, в верхнем средостении за грудину у одного пациента, в переднем средостении в параортальной клетчатке у одного пациента, и у четырех паратериомы находились на шее за правой долей щитовидной железы. Все пациенты были оперированы. Пятерым пациентам выполнена гемитереоидэктомия с удалением паратериомы. Далее, одному пациенту была выполнена териоидэктомия с удалением паратериомы центральной лимфодиссекцией, одному пациенту цервикотомия и стернотомия удаления опухоли околощитовидной железы, И одной пациентце вначале была выполнена медиастенотомия, темы к томе и удалена опухоль, но оказалось, что это не была пара тиреома, и ей была предпринята повторная операция в виде торокоскопического удаления, к топированной в пароортальную клетчатку, опухоль измененной около щитовидной железы. У шести пациентов мы применили срочное цитологическое исследование и получили следующее заключение. У одного пациента было заключение об опухоли около щитовидной железы, у двух пациентов об аденоме около щитовидной железы, у одного аденома щитовидной железы на фоне аутоиммунного тиреидита, у одного аутоиммунный тиреидит, и у одного было ложное заключение о медулярном раке щитовидной железы. Макропрепараты были представлены опухолями темно-красного цвета размером от 1,5 до 7 см в диаметре с признаками кистозной дегенерации на разрезе. У шести из восьми пациентов эти опухоли были плотно спаяны с окружающими тканями. Всем пациентам диагноз рака околощитовидной железы выставлен на основании типической гистологической картины, а именно наличие инвазии в капсулу множественных опухолевых эмболов в сосудах. А пятерым из восьми пациентов было проведено иммуногистохимическое исследование с определением экспрессии маркеров нейроэндокринных опухолей хромогранина, синаптофизина, а также тириоглобулина, ТТФ1, П53, РБ, ПТН и индекса 67, индекса пролиферации. И что мы получили? Мы получили прямую корреляцию между уровнем общего и ионизированного кальция и парад гормона дооперации с объемом удаленной опухоли и с уровнем пролиферации К67. Таким образом, по нашим исследованиям операционными предикторами рак околощитовидной железы были высокий уровень парад гормона, который превышал в 5-35 раз верхнюю границу нормы, высокая гиперкальцемия, как общий кальций, так и кальций ионизированный, выражены костные висцеральные поражения, причем у двух мы наблюдали патологические переломы, пальпаторно определяемые узловые образования в области щитовидной железы, то есть масс-эффект, и гипохогенные узловые образования объемом более 4 см, с нечеткими контурами неоднородной структуры кистозной дегенерации, выраженным интерондулярным кровотоком в проекции щитовидной железы по данным ультразвукового исследования. Интраоперационными предикторами – это размер опухоли более 4 кубических сантиметров, это цвет темно-красный и врастание опухоли в прилежащей ткани. Послеоперационными предикторами – это гистологические, такие, как прорастание опухоли, опухолевые эмболы в сосудах, и иммуногистохимические – это положительная реакция на хромогранин, синаптофизин, и индекс пролиферации КИ-67 – более 5%. Отдаленные результаты. На протяжении 6-11 лет живы 7 из 8 пациентов. Еще в мае мы могли говорить, что живы 8 из 8 пациентов, но, к сожалению, одна пациентка умерла 24 мая. Таким образом, 33-месячная выживаемость составила 87,5%. Рецидивы рака около щитовидной железы возникли у двух пациентов. У одного в виде метастатического поражения лимфатических узлов шеи, у другой – множественные метастазы в легке и кости. Причем трудно было дифференцировать в костях, что это – паратериоидная остеодистрофия или это действительно метастазы в кости. Хотя в шейном отделе позвоночника мы у этой пациентки гистологически доказали именно метастаз рака около щитовидной железы. Рецидивы у данных пациентов возникли через полтора и пять лет после первой операции. Рост уровня паратгормона и кальция крови у данных пациентов в процессе диспансированного наблюдения указывал на рецидив заболевания. Таким образом, безрецидивная выживаемость 20-месячная составила 87,5%, 65-месячная – 66 почти процентов, но и средний срок безрецидивной выживаемости – 76 месяцев. Таким образом, рак около щитовидной железы в Республике Татарстан, так же, как и по мировой статистике, это крайне редкая злокачественная опухоль, заболеваемость 0,2 на 1 миллион населения и смертность 24 промилля на миллион населения. В большинстве случаев рак около щитовидной железы манифестировал клиникой первичного гиперпаратириоза с костными и костно-висцеральными проявлениями. Рост уровня паратгормона, а также ионизированного общего кальция в процессе диспансерного наблюдения указывал на рецидив заболевания. Благодарим вас за внимание. Денис Александрович, спасибо, во-первых, большое за такой интересный, действительно, вопрос, который подняли в своем докладе. Вопросы будут какие-нибудь? Да, а он, Павел Васильевич. Денис Александрович, спасибо, да, действительно, оригинальные сообщения, они гораздо интереснее смотрят, вызывают большее количество вопросов. Скажите, а в плане исследования ФКТ с технитрилос МИБИ вы использовали для оценки опухольного распространенности и контроля рецидива заболеваний? С технитрилом? Да, там есть в таблице, мы использовали у четырех, и у всех четверых… У всех было информативно. Да, у всех оказалось информативным, потому что раньше мы использовали только данный метод исследований для визуализации. Я бы хотел еще напомнить, что, на самом деле, Декервен, который первый описал, собственно, рак визуализации, описал так называемый немой молчащего, то есть она не экспрессивала парагормона вообще. Надо иметь в виду, что в части случаев эти опухоли, они… Могут быть немыми, как и все эндокринные опухоли. Биохимические неактивные будут. Функционально неактивными. Хорошо, наверное. Ну да. Зинаида Александровна, вот у меня такой вопрос. Скажите, каким образом эти пациенты поступали к вам? Ведь паратериоидная остеодистрофия является порой ведущим клиническим симптомом. К вам отправляли остеологи, остеопаты, да. Кто, так сказать, каким образом маршрут был выстроен у этих пациентов? Ну, очень интересный вопрос. Я хочу сказать с гордостью, что у нас все-таки работает кабинет онкоэндокринолога, где принимаются вот эти пациенты на стыке онкологии и эндокринологии. И поэтому к нам направляют подобных больных, это эндокринологи, когда опухоль. Потому что участие больных было думкой, как думали, об опухоли щитовидной железы. То есть эндокринологи. Далее, Сэм, пациент уже с костными метастазами, которому была выполнена пересадка сустава, он поступил с патологическим переломом и с подозрением на остеобластокластому. То есть травматологи к нам, эндокринологи поставляют, да. И терапевты, иногда и терапевты, когда они видят, что здесь клиника, речь идет об опухоли. Ну это грамотные, да, специалисты. Вы знаете, еще один вопрос. Не всегда, простите, пожалуйста. Да, сейчас, сейчас, еще один вопрос. Скажите, после удаления опухоли паращитовидной железы, клиническая симптоматика, вот те проявления, которые вы в своем докладе называли, упоминали, они подвергались регрессии? Да, на фоне, во-первых, после операции у части больных возникал гипопаратериоз, потому что молчали те здоровые. Поэтому приходилось назначать активные метаболиты витамина D, препараты кальция. Кроме того, части пациентам, у которых была выражена остеопения, даже остеопороз, приходилось назначать деносубаб или бифосфонаты, то есть послеоперационное введение. Но у всех больных, за исключением того, у которого мы пересадили сустав, ввиду того, что был установлен диагноз остеопластоклостомы, но потом мы поняли, что это было все-таки проявление гиперпаратериоза, но он до настоящее время у нас принимает препараты кальция, витамина D. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Большое спасибо за доклад. Подскажите, пожалуйста, при эктопирной парасчетовидной железе, расположенной в заднем средостении, данная патология позволяет удалить опухоль торкоскопическим доступом? Да, что было сделано нашими таракальными хирургами. В этом случае объем оперативного вмешательства в плане удаления доли щетовидной железы, он целесообразен или мы можем остановиться только на удалении торкоскопическим доступом этой опухоли? Здесь речь идет о катапированной парасчетовидной железе или околосчетовидной железе, поэтому здесь только одна операция – это торкоскопическое удаление паратериома. Спасибо. И еще такой вопрос. При выполнении сцинтиграфии с трехнитрилом, если в костях мы видим накопление радиофармпрепарата, мы расценим все-таки это как метастазирование или все-таки накопление как в остеодистрофических очагах? Вообще вопрос очень интересный. Вот последняя пациентка, которая у нас погибла, к сожалению, в мае месяце, мы только могли точно сказать, что в шейном отделе позвоночника, потому что у нее был патологический перелом из давления спинного мозга, оперировали нейрохирургию. И была произведена биопсия и гистологическое исследование. То у нее мы доказали, что в костях позвоночника у нее имеется метастаз рака около щетовидной железы. Но у этой же пациентки, здесь продемонстрировал снимок голени, имелись еще очаги в костях малоберцовых костей. Очаги остеодистрофия в малоберцовых костях. И здесь даже академично я не могу ответить на вопрос, что это, паратериоидная остеодистрофия или это метастаз рака около щетовидной железы. А имеет смысл тогда делать, может быть, морфологическое подтверждение именно этих очагов? Ну, у той было сопутствующее подтверждение, поскольку нейрохирурги оперировали, делали стабилизацию шейного отдела позвоночника, и они просто параллельно сделали биопсию для определения, что это остеодистрофия или все-таки это метастаз, истинный метастаз рака около щетовидной железы. И, к сожалению, пришлось пересматривать метастаз, по поводу которого она оперировалась, это метастаз в легком ткань, дальше костную ткань и первичную опухоль. И гистологи дали заключение, что во всех трех участках, дали во всех трех кусочках одна и та же гистологическая картина. Ну, вот, допустим, на будущее пациентов, имеющие там накопление в плечевых костях, вот мы видели... Я поняла. Уважаемые коллеги, здесь важно, что делать. У этих пациентов гиперкальцемия. И нам решать вопрос, что это, метастаз или это остеодистрофия. Нам важно убрать синдром гиперкальцемии, не допустить гиперкальцемический криз. А бифосфонаты им назначать опасно, потому что вот у этой пациентки была хроническая болезнь почек и почечная недостаточность, поэтому мы этой пациентке конкретно назначили Деносумаб. Большое спасибо. У нас большой опыт достаточно. Это хорошо дифференцируется на АФКТ сегнитрилом. Прекрасно. То есть это региологически, там не надо брать биопсию. То есть нужно иметь АФКТ в наличии. И хорошего специалиста. А второй момент. У нас есть, например, опыт лечения с эрофенибом. Он достаточно хорошо убирает метаболитию с гиперкальциемией, потому что в данной ситуации одни очаги вторичные, например, остеофиты, которые следствуют костной дистрофии, накопления кальция, а другие первичные, которые продуцируют парад гормонов и статические очаги. Поэтому выбор терапии и отслеживание эффекта лечения по этим очагам очень важен с точки зрения рецис. Ну, рецис, перцис, там уже не важно. И этот момент, когда сопряжение эндокринологи, онкологи, радиологи должны собираться вместе и устанавливать персональный контроль за этим пациентом, потому что там не нужно избыточных биопсий, но там нужна системная терапия, которая позволит пациенту вернуть достойное поле качества жизни и, собственно, снижение риска министатической диссиминации. Спасибо. Павел Олегович, у нас тоже стоял вопрос о применении тирозин-кинас в качестве сарафинибы, но мы нашли только одно сообщение под именем Веры Горбуновой. Вот опыт. Причем статьи две, да, Вера Андреевна Горбуновой, простите, пожалуйста. Причем эта статья, она была повторной, вторая статья, только другие авторы шли. Вот два сообщения мы нашли. Ну, мы вам подкинем, там, на самом деле, в мире-то опыт есть оффлейбл, но это все оффлейбл. То есть ни одно клиникул-трайл на части МКИ мультикназный гибридоприя рак, ну, это штучный рак, то есть его очень мало. И сделать на нем третью фазу нереально практически. Поэтому вот, когда мы объединим наш опыт доказательный, тогда мы сможем, ну, сделать какие-то дополнения к клиническим рекомендациям. Стоит, не стоит, и когда стоит. Но пока накопление опыта, здорово, что у нас есть оригинальные исследования, есть что обсуждать. Можно еще несколько комментов? Спасибо, Павел Алексеевич. Но, на самом деле, действительно, малая выборка, она еще раз подтверждает, что заболевание достаточно редкое. Вот по нашему госпитальному регистру, например, за прошлый год, было выполнено порядка 60 операций по пудоаденом пара щитовидной железы, и один только из них оказался, к счастью, раком щитовидной железы. Пара щитовидной железы, да, пара щитовидной железы. И, конечно, вот по литературе выживаемость, она ниже. А связано это, прежде всего, с предопределенной неонкохирургической тактикой лечения. То есть при аденомоктомии делается крайне щадящее, аккуратное, фактически, вылучивание. И есть вот те симптомы, о которых вы говорите, инфильтративный рост, и все это выпуск, как говорится, зверя, провокация только на бесконечное рецидивирование и метастазирование. И, конечно, то, что вот у вас в селективной такой группе из 8 пациентов удалось их поддержать до такого уровня пятилетней выживаемости, это как раз хорошо то, что они попали сразу в руки, так сказать, людей, соображающих вонках хирургии. А чаще всего, к сожалению, бывает ровно наоборот. Вылучили, получили гистологические, и потом начинается борьба с бесконечными уже рецидивами и метастазами болезни. Еще какие-то вопросы? Спасибо. 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 Спасибо.